Девушки отдыхают Девок со двора не пускай Четыре праздника, четыре убийства Девять могут погибнуть И последней жаждой должна стать Елизавета Танишевская Я люблю вас Но я у вас Я еще не завтракал, а у нас уже новый мертвец Общество мертвой души приглашает вас на очередное собрание Развлекайтесь, господа Развлекайтесь Ну и как же вы там развлекаетесь Мы устраиваем морги с девицами Арестуем всех разом К тому же я подозреваю, что один из членов этого общества Наш всадник Девушки отдыхают О, здорово, Никифорд Давненько не приезжал Как поживаешь? Жизнь моя дорога дает, а, худая Видишь, как ее растянул, вражесый сын Сатана До силы к вам добрался Вот вчера в Диканьке был Ну и что там в Диканьке? Сказывают, там душегуб орудует Девок молодых убивает, почитай каждую неделю Уже пятерых порешил Да ну, а что же его не поймали-то? Сказывают, что душегуб этот, черный всадник Самая сильная нечисть Ни пуля его не берет, ни нога Погодники святые Ну, ладно, распрягай Давайте, а, проведу наших щец похлебать Ну и, сколько говорили, этот антихрист девок погубил Говорю же пятерых Субтитры сделал DimaTorzok Довольно тебе губить души невинные, антихрист проклятый И зыне хромешник нечистый Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Ныне пристои во веки веков Аминь Прими смерть от меча православного Ты чего здесь делаешь? Тебе кто разрешил высовать свой нос в моей рукописи, а? Варин, я порядок наводил и случайно наткнулся на вашу писанину Любопытство учить взяло Пошел вон отсюда Пошел сразу вон отсюда Достой Что изволите, барин? Ну и как? Прочитанные? Я пойду, барин Погоди Сядь Барин Не вогнев будет сказано Но мне кажется, вы пишете Всякую чепуху, ей-богу Почему чепуху? Ну вот, знаете, иной раз слушаешь сказку И ты полностью уверен, что это брехня Но уши развесил, рот открыл И как будто все в заправду А вот у вас не так А у меня как? А у вас Вот почему у вас вот Вакула так изъясняется Как так? Ну как, так напыщено Как пьяный архиерей Вакула, он же по природе молчаливый человек А у вас, книжный Вакула Как будто горшком по башке стукнуло И от этого он несет всякого колесицу Всадника этого Вакула же в глаза не видел? Не видел А вот если взять их, столкнуть нос к носу Так он от страха и помрет Ни единого слова не сказав Это художественный вымысел Вот тут и оно Вымысел Живете среди народа А почему-то всегда от него обороняетесь Знаете, что тут про вас говорят? Что? Столичная цацца Это от того, что вы на ночь не лют Не можете к себе в сердце, в душу принять А они за версту неуважение чуют И что мне нужно сделать? Ничего не нужно делать Здесь все очень просто Нужно одного спросить Как его малые детки поживают Другому Бог в помощь пожелать Так вот языками зацепитесь И глядишь, они наговорят вам всякую всячину И на десять домов хватит Пойду я, барин Только не надо эту пистонину сжечь А то не приведи, Господь, пожар устроить А-а-а А-а-а-а Барин, барин, тут вам передали от господ Данишевских А что это тут? Как паленым пахнет Игиб, иди Барин, ну что вы как маленький ребенок Иди, иди Лиза Мне нужно с вами поговорить Молчите Послушайте Так больше продолжаться не может Для меня невыносимо, что вы принадлежите другому Я не пронеслежу Алексея Я вам говорила, между нами давно нет никакой близости Тогда что вас удерживает рядом с этим человеком? Хотите, я сам с ним объяснюсь Ни в коем случае Ему придется вызвать вас на дуэль Я готов принять вызов Какой вы наивный Алексей лучше стрелок вокруг Он вас убьет и глазом не моргнет А я этого не переживу Давайте сдаем все как есть Молится Я вас люблю Я вас люблю Я вас люблю И я счастлива Остальное не важно Грешины, батюшка, грешины оттого все напасти мои. Грех твой – праздное рисование, богоугодное дело храмы расписывать, а молевать бестолкует от лукавого. Отпускаю тебя, грехи твои, встань. Подожди, Вакула, вот ты на исповеди, сколько я тебя помню, о каких-то напастях своих твердишь. Не хочу вас заботой вергать, батюшка, напастями своими. Полно, полно, сын мой, откройся, очисти душу свою. Та не очи, не можу сегодня. Як-нибудь в другой раз. Господин дознаватель. Так, ну что, встали? Разбирайте. Кому надо. Доктор, решили начать новую жизнь? А я бы попросил не извить. Все, теперь с зеленым змеем покончено, раз и навсегда. Давно пора, Леополь, Леополь. Ну, Николай Васильевич, это мое профессиональное решение. Вон, живых людей врачую. Хотите пари на рубль, что доктор суток трезвым не продержится? А почему вы так не верите в людей? Потому что я их слишком хорошо знаю. Люди не меняются. А я вот верю господину доктора и принимаю пари. Яким! Яким, ты где? Яким! Ну, право, парень. Греха надо, чтоб схватить и так оравшись. Иди сюда, быстро. Никакой лишней жизни с вами. Это ты взял бумаги мне из комнаты. Ого, Господи, помилуйте. На что они мне? А кто-нибудь ко мне заходил? Олеша знает. Я же это, как его, немного занят был. Стало быть так, я за полицией, а ты встань в дверях на улице. И никого не впускай, пока не вернусь, ясно. Будьте покойны, барин. Сторожить буду теперь. Муха не прилетит. Штаны потяни, сторож. Пропало что-нибудь ценное? Эй! Нет. Все весь на месте, но пропали важные линейные бумаги. Невелика потеря. Или там было что-то компрометирующее? Да нет. Рабочие записи для расследования. Впрочем, беспечно. Кто же рабочие записи в номере держит? Что они выпускают? Не подходи, колеса! Шибу ненароком, а! Стойте, где стояли! Так, тихо все! Приказ исполнил? Никого не выпустил? Молодец, Яким. Оборону держишь достойно. Надо осмотреть все номера. Ключи от комнат. Ага. Обыщите здесь все пока. Откройте! Полиция! Это из моих записей. Александр Гризафорович, живы? Ой! Жив! Вот хитрый черт! Ты где это взяла? В погребе валялось. Тясь, а ты меня нарисуешь? Я не выкрашиваю. А почему? От лукава это все. Тряпку свою снимай. Что ты вчера пил? Яблочное? Нет, грушевую. Так и не пил, а полоскал. Ладно, ты вот что, любезный, ты сейчас глубоко вдохни. Ага. И не дыши. А? Вообще. Нет. Рот-то открой. Ну, никакой возможности работать. У меня голова кружится от твоих паров. Ну, а я не могу все время не дышать. Ладно, черт с тобой, дыши. А у тебя зубов нет. Как? Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Николай Васильевич. Попова, скажи, а ты сможешь воспроизвести по памяти рисунки? Ну, хотя бы портреты девушек. Николай Васильевич, при всем уважении к вам, не обессудьте. Малевать не буду. Почему? Почему? Грех это. Почему грех? Всякий, кто имеет талант, должному служить. А у тебя что ни говори, талант? Божий дар. Божий дар? Я ведь черта сначала повстречал, после этого молевать начал. Бесни на память о себе, занятия оставил. Какого черта? Вот и вы не верите. Пойду я. Подожди, Ивакула. Расскажи, мне правда очень интересная. Я поверю. В то время влюбился я в первую красавицу у нас, Алену. Набрался я, значит, храбрости пошел к Алене свататься. Она меня с порогу и отбрила. И ровня ты мне, говорит Вакула, а у меня платье красным шелком шито. А с тебя чего? Вот во мне гордость им заграла. Говорю, принесу я тебе, Алена, туфельки-черевички, в которых ни одна панночка не ходила. Она мне условия. Хочу, говорит, черевички, в которых государиня императрица ступала. Принесешь, тотчас выйду за тебя. Загорюнился я. Во веки веков мне это желание не исполнить. А дело было в ночь, накануне Рождества. Вот тут я черта и встретил. Как? Здесь на околице. Маленький такой. Копыта, рога, хвост, все как положено. Я его за этот хвост и поймал. Держу крепко. Говорю, сейчас я тебя отучу, бисова душа. Душу православную в грех вводить. Он и взмолился. Не сеняй меня, Вакула, крестом страшным. Что хочешь, для тебя сделай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так с помощью черта черевички я и добыл. Принес их Алене. Она на меня руками замахала. Дурак-то, говорит Вакула, я бы и так за тебя вышел. По весне мои повенчались. С тех пор я молевать начал. Удивительная история. Первое время жили, как в сказке. Мне самому не верилось. Через год она мне Василинку родила. А потом убежала. Почему? Василинка-то у нас с изъяном родилась. Вот Алена и не выдержала. С каким изъяном? С каким изъяном? Хвостик у нее. Как у меня эти очки. Расплата за грехи. А может, нечистая сила тут совсем ни при чем? Мой тебе совет. Покажи Василину нашему доктору Бомгарту. Мне кажется, он может найти этому медицинское объяснение. И сможет помочь. Леопольдыч. А, да. Так что ты говорил там у тебя? Так на медний глаз щепочка какая-то попала. Не вытащить ее. А, сейчас, да. Да ты что? На, здоровый тыкай, широтокаянный. Фу! Доброго дня, доктор. Я тут, это, письмо вам от господина Гоголя снес. Ни-ничего не понимаю. Какой хвост? Ну что, доктор? Вакула, никакой чертовщины тут нет. Правда? Я вообще уверен, что раньше у наших далеких предков были хвосты. У всех. Потом они превратились в копчики. Ну, и в наше время редко, но рождаются люди с хвостами. Сам вот лично видел в Европе в концкамере заспиртованного хвостатого младенца. Прости господи, а моей Василинке помочь можно? Погуляй пока. Погуляй пока. Ой, твоя стала нас. Стойте, пройдите мороженку! Адварь, дай! Отдай сюда! Отдай сюда! Отдай сюда! Отдай сюда! Отдай сюда! Никола, оттекаем отсюда! Да не нужна нам твоя кукла. ВОИН КИХИТАНЦОИ Пошла прочь отсюда! Так как хвостик является самостоятельным отростком, а не продолжением позвоночника, при желании удалить можно. Так я за Василиной! Вакула, не обессудь. Я такие операции еще не проводил, а в моем теперешнем состоянии я экспериментировать не могу. Господин Гоголь, говорил, вы помочь сможете. Дядя, там сараисной старый казак. Ну, вот твой рисунок. Какой рисунок? Ну, там где-то дядю изобразил с рогами. Какой такой сараис? Дядька, чернозуб! В те времена, когда я по рубкам гулял, он хуторским головою был, за порядком отзирал. А потом люди, говорить стали, умом тронулся. Вот и в богадельню и определили. Спасибо, Вакула, за этот интересный рассказ. Иди. Ну, что же вам, дедушка, в богадельне-то не сиделось? Важные бумаги воруете, от полиции бегаете. Из-за этого всадника. Вы что, не видите, ему доктор нужен? Ему нужен врать! Нет, зря я вас послушал. И вернул его назад в гостиницу. Доктор его прекрасный в участке бы осмотрел. Сбежит. Отвечать кому? Он бывший представитель закона, и с ним тесак никуда не денется. Подозрительный он человек. К тому же он из желтого дома сбежал. Нет, как хотите. А если доктор признает его здоровье сколько-нибудь сносным, посажу его в околоток чертовой матери. Кстати, а вы заметили, почти сутки прошли, а наш доктор трезвый. Так что, с вас рубль? А, да, разумеется. Извольте. Но все равно я остаюсь во своем мнении. Люди не меняются. Доктор, как он? Христина, дай-ка мне горелки. Ну что, плохи дела у вашего чернозуба. Чахотка. Беготение превосходно усугубило. Спасибо. Мой прогноз, он не протянет и недели. Он должен оставаться в постели. Я ему дал отвар из трав. Доктор, вы снова пьете? Это мое профессиональное решение. Иначе не могу лечить людей. Так надо. Николай Васильевич, рублик верните. И еще один с вас. Вакула. Будем оперировать. Годов тридцать тому назад я всех здесь вот тут держал. Ни злодейства, ни душегубства, ни грабежей. Однако появился же этот чертов всадник. И давай резать всех девок. И что вы предприняли? А запросил подкрепление из Полтавы. Написал депешу, что собираюсь изловить этого адского садика. Меня же посчитали спятившим с ума и упекли в желтый дом. А все эти годы я вынашел в голове один умысел. Как бы мне изловить этого поганого всадника. И вдруг я прознал, что он снова здесь. Я прошу вас, не держите зла на старого казака. Я когда прознал, что вы ведете расследование, я подумал, что ваши записи выведут меня на след душегуба. Ну и заставили вы нас побегать. Что же с вашим-то здоровьем, прости господи, намылись ловить опасного преступника. Завтра же поутру вас отвезут обратно в богадельню. Отдыхайте, вы послужили отчизне. А всадника мы без вас как-нибудь поймаем, Николай Васильевич. Постойте. Откуда вы всегда наперед сдавите? Когда произойдут новые убийства. Со мной случаются видения. Ну, что-то вроде прозрений. И через них я и узнаю какие-то вещи. Понятно. Что-то дремота потянуло. Отдыхайте. А вы Марушку тоже без хвостика оставите? Ну, что ты, родная. Никто твою куклу не обидит. Так. А теперь дыши глубоко и повтори за мной. Раз. 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 Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Есть. Бакула, у тебя горелка есть? Есть. Неси. Помилуй, Вакула, жалобно простонул черт. Все, что для тебя нужно, все сделаю. А что ты тут пишешь про черта? Ну, так, бумагу Мараева. Небось, от Лизы бы свои сочинения не укрыл. А кто такая Оксана? Дочь Мельника, мавка бестелесная. Такую обидишь, не заметишь. Смотри, что я написал. Красавицу, от которой Кузнитова Кула потерял голову, звали Аленой. А я в своей повести назвал ее Оксаной. Не брешешь? Нет. Ты что, и правда ее так назвал? Правда. В честь меня? А? А вот это ей нужно. Руки так и тянутся. А что это тут намалевано? Где? Ну вот. Перевиделся. Колодец. Не знаю, зачем, почему. А может быть, это колодец крови? Колодец крови? Что ты видишь? Николай Васильевич? Что случилось? Старый бес этот, он меня к тебе подозвал. Прошипел что-то, будто на тот свет собрался. Я к рожей вон и придвинулся, чтобы разобрать, что он там несет. А он меня к кувшинам по голове. А очнулся ни старика, ни ружья моего. Только этот рисуночек. Какой рисунок? Ну, рисунок. Стойте! Что случилось? Да все хорошо. Не извольте волноваться. Моя жена исчезла, а вы сидите сложа руки, будто ничего не произошло. Казаки прочесывают лес. Я сам только что оттуда. Алексей Алексеевич, я прошу вас успокоиться. Успокоиться? У вас раз в неделю бабу режут. А вы до сих пор не нашли убийцу, полиция. Какой-то потешный полк. Я попросил бы вас милостивый государь. Если с Лизой что-нибудь случится, будьте покойны. Я задействую все свои связи в Петербурге. Скажите, где находится колодец крови? Колодец крови? О чем речь? Некогда объяснить. У вас опять было введение? Да. И я, покуда мальцом был, мне бабка сказывала про колодец крови. И где он? Так бог его знает. Может статься, что и нет его вовсе. Это ж бабкины сказки. Николай Васильевич! Оксана! 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 Зачем ты здесь? Мне нужна помощь. К Лизе свой иди за помощью. Лиза, в опасности. Мне-то что? Ты знаешь, где искать колодец крови? Куда тебя опять нелегкая гонит? Это опасное место. Скажи мне, где это место? К колодец тут проклятый. В минувшее время люди приходили к этому колодцу, чтобы руки на себя наложить. Не ходи туда. Не испытывай свою судьбу. Но там Лиза. Мы должны ее спасти. Мы? Вижу теперь, что тебе совсем наплевать на мои чувства. Иначе постыдился бы с такой просьбой ко мне приходить. Оксана, пожалуйста, скажи, где искать этот колодец? Неужели у тебя совсем нет сердца? Есть у меня сердце. Но только тебе на него не плевать. Ладно? Сказать скажу, но учти, помогать тебе не стану. Что, доктор? Все хорошо. Будет жить. Но теперь уже отдельно, без хвостика. Какая плата, доктор? Нет, я ничего с тебя не возьму. Спасибо. Вакула, а я возьму с собой горилку? Ты не против? Спасибо, доктор. Я за вас молиться буду, доктор. Вакула. Наша ведьма непроста. Проживет до без хвоста. А я знаю, что ты придешь сюда. Где Лиза? Недалеко. Глянь. Только без выкрутасов. Лиза! Николай Васильевич! Вы пришли! Не беспокойтесь, я вызволю вас! А, прежде чем ты ее вызволишь, я вышел бы подпорочку. Грузик упадет, петля затянется и будет висеть твоя девка с переломанной шеей. Не дергайся, она серебряной пулей заряжена. Почему? Серебряной. А только она тебя и возьмет. Всадник! С чего вы решили, что всадник – это я? Слава Богу, у меня еще ум не отшибло. Бумажки твои на многое мне глаза открыли. Ишь ты, как забегал, когда они пропали. Ну, признайся, душегуба, а? Это ведь ты отправил на тот свет знаменитого сыщика из Петербурга Гуро? Ты убил его, потому что он познал тайну твоего рождения. Я не убивал Якова Петровича. Зачем мне было его убивать? Откуда тебе известно, когда происходит убийство, а? Подождите, я же вам все объясню. За дурака меня принимаешь? Ты знаешь, я в твои видения ни на грош не верю. Но, признаюсь тебе честно, не сразу я распознал твою личину. Не сразу. Ловко ты прятался, неопытный дознаватель. Замечательное прикрытие для всадника душегуба. Можете меня убить. Только отпустите Лизу. А зачем мне тебя убивать? Ты мне для другого нужен. Ты? Смотрю на тебя. И убей бог, никак в толк не возьму. Чем же ты так его прельстила? Ради меня он жизнь рисковать бы не пошел. Смерть моя, я чую, ходит вокруг и цепляется своими когтями за меня. Вам доктор нужен? А я сыскал уже себе доктора. Ты своим колдовством излечишь меня от моей чахотки. И тогда я сразу же выпущу твою паночку. Ну, излечишь меня дьявольское трудие. Хорошо. Хорошо. Всадник, это я. Ты прав. Но ты мне не нужен. Мне нужна Лиза. И в моих силах подарить тебе вечную жизнь. Вечную? Да, вечную. Но для проведения этого ритуала мне кое-что нужно. А что? Что тебе надо, да скажи. Да всего ничего. Только горстка этой проклятой земли. Вот и тело. Да бери ее сколько хочешь и поскорее приступай. Приступай. Ты что делаешь? Тебя одну спасаю. Но помни, не ради тебя, а ради него делаю. Не трогай меня. Не дури. Отпусти. Ну, ты и дура. Протащу под водой. Даст Бог, на реке вывернешь. Лиза! 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 Ну что, всадник. Получи свою серебряную пулу. Лиза! Лиза! Так ты что, мне наприхал собачий сын? Давай, иди сюда. Ах! Ах! КОНЕЦ А никто не видел, как появились эти знаки? Никто. Утром эти знаки были обнаружены в семи хатах. Господа, а это не краска, это кровь. Так, ну-ка, расходите по хатам, нечего тут глазеть. Прелесть какая. Очень похоже на собачью шерсть. И кто, значит, ведьмак молевал? Ну, я покуда детем был, мне бабка сказывала, будто они послание своей кровью мертвые псины молюют. Но ведьмак не ведьмак, но семи хат этими знаками помечены. И во всех живут молодые девушки. Выходят, эти девушки выбраны в жертву всаднику. А зачем вы наставили эти знаки? Возможно, в деревне у него есть сообщник, который помогает ему выбирать жертву. Ульяна, ты пса моего, серка, не видала? Не видала. Куда запропастился дьявол? А ты слыхала, чего стряслось-то, да, Вича? Всадник душегуб семь девчон своим страшным знаком пометил. Не брешешь. Вот тебе крест. Ну что ж, старая, думаешь, что всадник этот и за правду есть? Тебе на тот свет пора, а ты еще в сказке веришь. Скальца, скальца. Вот придет душегуб по твою душу, будет тебе веселье. А пусть и так. Милости просим. Всегда рады веселью. Да ну тебя. И зачем ты приехала в диканьку, беспутная? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я все здесь изготовил. Краюшка, как ты любишь, с мятом. А мне на кузню пора. Поешь, бабке-балабанихе, свитку снеси, чтоб заштопала. Я подумаю, что сама тебе все штопать буду. Ты когда вырастешь, тебе будет кому штопать без меня. Ха-ха-ха. Ничего не понимаю. Всадник всегда убивал простых девушек. Логично, что были помечены крестьянские хаты. А при чем здесь графская усадьба? Вероятно, в жертву предназначен кто-то из прислуги. Всадник наметил в жертву не семь девушек, а восемь. И восьмая. Лиза. Елизавета Андреевна. Завтра праздник. День Макоши, пятница. Это означает, что усадник начнет действовать уже сегодня ночью. Нужно спрятать всех этих девушек куда-то. Ты куда же их спрячешь? Ради, чтобы в околота, как всех запилили. Нет, в деревне им оставаться опасно. А так близ диканьки хутор есть заброшенный. Как раз для схрон годится. Подается, что надо. Нет, ну, идея, разумеется, здравая. Уже сегодня, но для темноты нужно собрать и отправить всех девушек на хутор. И об этом, кроме нас, никто не должен знать. Да. Добро. Подумаем. Александр Шристофорович, девчон сбираем? Обожди пока. Не надо никого никуда сбирать. Надо еще подумать. Как вы себя чувствуете? Права, не знаю. Я до сих пор не оправилась из вчерашнего. Главное, что теперь все позади. И мне более ничего не угрожает. К сожалению, это не так, Лиза. У меня к вам серьезный разговор по поводу вашей безопасности. Лиза! Не пугайся. Неудачно пристрелил оленя. Пришлось добить ножом. Господин Гоголь. Рад вас видеть. Отобедайте с нами. Но в этот раз отказа я не приму. За человека, которому я обязан жизнью своей жены. За вас, Николай Васильевич. У меня будет к вам одна просьба. Я весь внимание. Это касается Елизаветы Андреевны. Я думаю, что ей здесь находиться небезопасно. Отчего же? Всадник еще не пойман. Мы отправляем деревенских девушек, чьи дома были помечены неким знаком, на заброшенный хутор, в Лиздиканьке, на ночь, под охрану. И я абсолютно уверен, ваша жена должна поехать с ним. А к чему все это? Особой меры предосторожности. Однако же я так не считаю. Простите, но я настаиваю. Елизавета Андреевна… Настаивать! Николай Васильевич, в этом доме дозволен только мне. Поэтому, если у вас имеется такое желание, настаивайте в своем доме. В отношении своей жены. Ну, пардон, я забыл, вы же не женаты. Спасибо за обед. Мне пора. Николай Васильевич… Простите, ради Бога, Алексея. Я не слишком горд, чтобы принимать чужую помощь. Не ради своей гордости он готов рисковать вашей жизнью. А может быть, он прав? И здесь мне действительно ничего не угрожает. Сирко, здравствуй, Василинка. Ты, Сирко, пса моего не видала? Нет, не видала. Вот поймаю за уши, оттаскаю паскудника. КОНЕЦ КОНЕЦ А ты чего здесь вынюхиваешь? А я вот чатину-свитку что поднесу? Разве не хочешь зайти ко мне в гости, отведать моих галушек? Да нет. Не бежать надо. Ну, беги, ведьмочка. Что ж ты свитку мою не снесла? Тять, а ты Ульяну знаешь? Знать-то знаю. Да не знаюсь. Она редко злющая баба. А чего спрашиваешь про нее? А Ульяна? Она не чистая сила? С чего бы это? А ну, давай. Выкладывай. Откуда эта Ульяна взялась с диканьки? Да приехала год назад сюда, с Полтавы. Скромная вдова. Встретили по-людски, хату справили. Она как вселилась и вернулась своей порочной личиной. Поробком голову туманит. Даже, прости господи, с батюшкой заигрывает. А может такое быть, что Василина все это придумала? У нас в дому не заведено врать. Коли моя дочка говорит, что галушки летали, значит так оно и было. Да еще пес там этот, мертвый. Мертвый пес? Угу. Кровь с него текла. Вполне возможно, что эта Ульяна и есть пособница всадника. А где, кстати, она живет? Как вы идите налево, через три дома. Значит так, иди за Бинхом, встретим свою хату. Садитесь, ты не спрашиваешь, мне не спрашиваешь. Не спрашиваешь, нечего тут разглядывать. Неужели вы хоть сколько-нибудь не смогли разглядеть убийцу? Запомнить какие-то приметы? Не успел. Упустил убийцу и не запомнил примет. Леополь, Леопольевич. Вы не знаете, что это за язык? Сумито долис онгис. Вообще он напоминает латынь. Но не могу понять ни единого слова. Любезный, помоги-ка приподнять ее. Ой, ты боже ты мой. Что там еще? Вон гвоздь. Гвоздь-то не простой. Серебряный. Да. Господа, взгляните. Позвольте. Такими гвоздями заговоренными ведьм распинают. Получается, Василина права. Ульяна ведьма. И она могла служить всаднику. Все равно не понимаю, какого черта вам понадобилось тащиться сюда в одиночку? Боялся ее спугнуть. Боялся. Николай Викторович, а вы уверены, что вам этот убийца не померещился? На что вы намекаете? Я ни на что не намекаю. Так просто. Уточняю. То есть, вы хотите сказать, что я убил Ульяну? Ну, зачем? Зачем мне ее убивать? Не знаю. Но если предположить, ну, чисто теоретически, что Ульяна действительно была пособницей всадника, и вы, к примеру, тоже, то она могла вас выдать, и ее смерть была бы вам на руку. Ну, это так. Чисто теоретически. Вы теряете время на пустые теории. А по хутору гуляет новый убийца. Я видел его собственными глазами. Видели? Мы не запомнили. Поаккуратней. Мне ее еще преподировать. А если вы ее не найдете, сейчас гораздо важнее девушек отправить на хутор. Я хочу еще взвесить все. За и против. Ну, может, нужно как-то быстрее уже взвешивать. Стемнеет скоро. И что тогда? Александр Христофорович. Девчину на ход разбираем. Не знаю. Пока сомневаюсь. Так вы же сами сказывали, что идея господина-дознавателя, она здравая. А я пока в самом господине-дознавателе сомневаюсь. Ворота отворяй. Да, действительно, покойница меня изрядно удивила. Совершенно отсутствуют следы разложения. Ткани сохранят упругость. Если бы не оставалась кровь, я бы подумал, что препарирую живого человека. Кол был вбит прям в сердце. Как будто кто-то и впрямь хотел покарать ведьму. Хотя я вот чепуху не верю. Как не верю и в воскрешение из мертвых. Странно слышать такие слова от человека, который вытаскивает людей из того света. Да брось, Николай Васильевич. Что толку-то? Рано или поздно за каждым из моих пациентов придет без носа и старуха с косой. И заберет их навсегда. Когда-то я пытался воскресить ребенка, который умер после одной из моих операций. Электрическими разрядами не вышло. Был большой скандал. За этот эксперимент меня сюда и сослали. Смерть победить невозможно. А значит и жизнь не имеет смысла. Зря стараетесь, Николай Васильевич, никого не спасти. Тут я с вами не соглашусь. Бог не зря даровал людям жизнь. Да не верю я в вашего Бога. Как и в то, что мертвый может воскреснуть. Ваше неверие вредит вам гораздо больше всего на ваше пьянство. Будь здорова, ведьма. Будь здорова, ведьма. Будь здорова, ведьма. Иду я. Знаешь, а я тебя прощаю. И про Лизу-то твою даже думать не стану. Какой прок на нее злиться. Все равно вы никогда не будете вместе. Она замужем. А я свободна. Как ручеек студеный, что утоляет жажду в жаркую пору. Прекрати. Ты знаешь, что здесь написано? Откуда мне знать? Я простая дочь Мельника. А вот это-то знаешь, что такое? Что с тобой? Упири. Это осина со святой земли против нечистой силы. За что ты меня так мучаешь, изверг? Прости. Значит, это точно было ритуальное убийство. И Ульяна действительно была. Все хат переворошили. Однако упыря этого так и нас искали. Девчон, на хутор забираем? Али или нет? Тесак, да что ж ты меня сегодня весь день терзаешь? Александр Кристофорович, я уже понял. Убийца вернется, чтобы завершить обряд. Куда вернется? Идемте. Мне нужна ваша помощь. Куда вернется? 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поразительно. Мы здесь дрались, как львы, а эта грелка с водкой даже не проснулась. Николай Васильевич, должен теперь сказать, что я имел некоторые подозрения на ваш счет. Прошу меня простить великодушно. Признаю свою ошибку. Но вам это не впервой. Ну и кто ты такой? Имя, звание? Так весь день молчать будешь, океагнец? Ты отвечай морда, коли тебя спрашивают. Насколько я понимаю, Ульяна была ведьмой. И вы ее для чего-то убили? Для проведения какого-то обряда или ритуала? Ведьма, обряд, ритуал. Николай Васильевич, вы не видите перед нами обыкновенный душегуб. Вам это знакомо? Рутанусунгуибусальтумателлотометист. Что? Ничего, все ясно. Да он над нами просто издевается. Это темная латынь, язык заклинаний, вам все равно не понять. Как говорится, ежели слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. И это кто же тут слепой? Погодите, а откуда вы так хорошо знаете священное писание? Откуда? Меня зовут Хама Брут. По образованию богослов, по призванию экзорцист. Экзорцист, ты! Вот вы преступников ловите, а я признан в церковные ряды и бороться с нечистью. Странствую, выискиваю одержимых бесами. Провожу обряд очищения. И что вас привело к диканьку? Я за этой ведьмой, почитай, три года гонялся. Таскалась негодная с места на место, почти поймал. А тут вы. Тоже мне охотник за нечистью. Да я насквозь тебя вижу, пройдоха. Ты свои душегубства оправдать хочешь? Борется он с нечистой силой. Нет тебе веры. Мне до вашей веры нужды нет. На каторге поговоришь. Однако вернемся к этой надписи. Если вы знаете этот язык, что здесь написано? Только дернешься, я убью его! В клетку! Закрывай! Если хоть один волос упадет с головы Николая Васильевича, я тебя на столбе повяжу. Ключи! Я тебя не повешу! Я тебя в землю закопаю! Живем! Да опустите вы руки! И сказал Господь, не бойся, не умрешь. Книга судей, глава шестая, стих двадцать три. Как вам удалось освободиться от скандалов? Деревянная длань, как живая. Я ее сделал один умелец в Киево-Печорской лавре. Что вам это мне нужно? Вы должны подсобить меня. Мне нужно завершить обряд. Вам же, как и мне, известно, что Ульяна ведьма. Разве у меня нет интереса, что тут творится? Есть. Тихо, 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 тихо. А ну, колодка. Я Александр Кристофорович. А что это? Где они? Кто? Открой меня, вон ключи. Сейчас. Тесак, собирай казаков. Одни пускай отправляются на поиски беглого преступника Хамы Брута. Брать аккуратно, у него в залужниках гоголь. Остальные пускай собирают девок из помеченных домов и везут их на хутор. Попался супостат, теперь тебе не уйти. Николай Васильевич, слава Богу, вы живы. Бакула, пропусти. Как пропустить? Александр Кристофорович рвет и мечет. Всю деревню на уши поставил. А человеку не нужен. Это как же понимать? Послушай, нам нужно завершить обряд в церкви. Верь мне. И ради Бога, только ничего не говори Бинку. Давай поживей, не возись. Тихо, тихо, тихо. Куда это вы мою дочку на ночь глядя увозите? Приказ начальника полиции. Больше ничего сказать не могу. Тесак, всех собрали? Так точно. Молодец. А злоумышленника и господина Гоголя еще не нашли? Ищем. Поехали. Миссия наша небезопасна. Последний раз, когда я встретился с Вием, все закончилось этим. Так кто такой будет этот ваш Ви? Отземный демон. Силу дает всякой нечисти. Я охочусь за ним уже не первый год. А Удьяна вам нужна в качестве наживки? Да. Она сильная ведьма. Если она позовет его, то он появится. Я его уничтожу. Почему вы так уверены, что в этот раз вам удастся совладать с ним? Вы уже потеряли руку. Хотите потерять голову? Ваша бумага все есть заклинания на темной латыни. Только оно одно способно остановить в Е. А если оно не подействует? А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 14. Нас Бог сдюжил. Скорее входите в круг. Скорее, скорее входите в круг. Да что с вами? Быстрее, 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 забегай. Быстрее, давай. Быстрее, девочки. Давай, давай, девочки, забегай. Скажите, а не приключается ли с вами иногда что-нибудь непонятное? Диковинные сны или видения? А почему вы спрашиваете? Чувствуете умную сторону вашу? Может, остаться именно Анатоном и будет в помощи этой ночью. Уверен, вы ошим боитесь? Уверен, что нет. Послушайте, долго нам здесь еще сидеть? Терпением вашим спасайте души свои. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Ну, все, хватит. Бенок был прав, нельзя было вам верить. А из-за вас я еще и пошел на должностное преступление. Стойте, куда вы? Да выживет каждый из нас, несмотря ни на усту. А это из какого Евангелия? Из Евангелия от Хамы Брута. Эй, Степан, чего там смешно? Да пойди, разбери этих девчин. Степан! Степан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Не ходи! Отстань! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ничего, я этого охотника на ведьму с-под земли достану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вакула, никого не нашел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Христофорович! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Святый Божий, святый Крепкий, шо ж вы робите? Саня Кузе отпраздновал день, Микоша Пятница. Я как чувствовал. Александр Шмидт Сафорович, что же это выходит? Мы шо, девчонки, наверное, плохие бишь, свезли. А ему это и было нужно. Он специально пометил хаты, чтобы мы свезли их всех в одно место. Как он узнал, шо мы девчонок всех тут собрали? Вот это мы узнаем у того, кто все это придумал. Мне нужен Гоголь, и он мне нужен живой. Я знаю, Дэйвен. Ты слушаешь всаднику? Слушаю. Назови мне его имя. Назови мне его имя! Рыкса! Ты темный, дедай, ты сможешь, ты должен дождаться меня! Назови мне! Узу средим. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Посмотри ему в глаза! Посмотри! Мелисанта, молодец, Баринтон. Иди ты, свой бойцов. Солдане, Мелирис, пора НАТО. Молодец. Посмотри. Посмотри ему в глаза. Посмотри. Посмотри. Поехали. Посмотри она. Субита Толис Онкис Петрамоний Вилус! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он не дышит? Он не дышит! Субтитры создавал DimaTorzok Как мы его не назовем? Коля, Николай, Николай Васильевич! Не, в матросскую тишину, он же мем репостнул О господи, я еще одного режиссера не переживу! Что вы все нагнетаете, перестаньте! Какая разница, кто будет режиссером? При мне пять сменилось! Режиссера делает труппа! А-а-а! Как вы любите! С пенкой! Егорич, подожди! Ну, актриса, ты, конечно, говно! Но кофе делаешь лучше у всех! Еще хорошее что! Ну, сегодня шесть ко мне, жду! Иди! Иди! О! В чулочках тех! А я не понял, а кто едет, да? Блядь! Так, а где актеры? Мы? Понятно Ставить будем Гоголя! Современная интерпретация! Паночка! Черт! Бес! Упырь! А, я извиняюсь, а кто тогда Вий? Вий! А вот ты и будешь Виевым! Я! Почему я? Потому что пиздец какая страшная! То есть костюм не нужен! Тамара Петровна, вы в своем будете? Слышь, заткнись, а! Ну и, собственно, главную роль, роль рассказчика, самого Гоголя, сыграет выдающийся актер, а вот и он, Даниэль Кислицкий! У-у-у! Сорян за опоздули! Так, все, Гоголь, страшная месть! Поехали! Работаем! Я прошу прощения, а я кого? А вы у нас кто, фамилия? Иннокентий Петушинский. Будете играть в дерево. Я извиняюсь, а дереву сколько веточек делать? Егорыч, ади нахуй! А какое дерево? Стареющую, пузатую осину! Все! А ты чего не подходишь? Расстроился, что ли, старичок? У меня нет слов. Ну, ясен хер. А где ты видел деревья-то говорящие? Эй! Ну, я устрою тебя страшную месть. Сука, я ласковый, с еволицей. Соскулика, как тысяча сучек. На лица, на лица будет литься. От луны серебристый луч. Поднимей-ка, 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 мне не веки. Поднимей-ка, 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 мне не веки. Назовите, 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 назовите меня веки. Назовите, назовите меня веки. Поднимей-ка, 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 мне не веки. Назовите, назовите, назовите меня веки. Соски мой второй тон, когда я приду в дом твой. Придо мной весь, обнаженная луночки. Поджигай мысли мои все. За строкой строку, за страницей страницушки. Я хочу увидеть в вами языкишки. Смейся, не всплывай, придо мной эти клыкишки. Поднимей-ка, поднимей-ка, мне не веки. Ты че, совсем охренел? О, метр. Пиздец. Главный актер, бухой. Мэр в зале. Блядь, это провал. Петушарский. Да. Ну, теперь ты и гоголь. А я как раз усыпь принес. Игорь, что? Сука! А, что это? Сука! Сука! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok